Садовый мир Либо полежали в холодильнике Их можно было употребить в свежем виде Либо их заморозить Или с сахаром заготовить Но тоже, чтобы все полезные вещества В них сохранились После морозов Срок хранения этих плодов снижается Вот такой невысокий кустарничек Посмотрите, как говорится От горшка два вершка А уже на нем плоды Айва японская в наших условиях Не вырастает выше полутора метров Это, наверное, ее край И выше уровня снега Порой даже обмерзают Вот эти вот веточки Поэтому для плодоношения Не для декоративной ценности А именно для плодоношения Советуют пригибать эти ветки под снег Вот они достаточно хорошо Я вам показываю Вот так вот гнутся То есть можно какими-то проволочками Это прижать Можно за кончик вот так привязать И на какой-то камень Груз сюда положить Чтобы вот эта вот веточка Была под снегом И укрыть такой небольшой кустарник Собственно говоря, не сложно Что еще нужно для обильного плодоношения Нужно подготовить хорошее посадочное место То есть айва японская Обязательно должна быть хорошо освещена солнцем Чтобы у нее вот эти вот побеги Очень хорошо возревали к зиме И, соответственно, быстрее будут и плоды сами созревать Когда растение находится на солнце Почва должна быть плодородная, рыхлая Особых каких-то пристрастий у айвы японской нет Ну и, как обычную плодовую культуру Подкармливать 2-3 раза в сезон Весной вы даете азотные удобрения Потом можно комплексными ее подкормить И под осень фосфорно-калильные удобрения Как любую плодовую культуру Что нужно сказать о айве японской Как именно с точки зрения использования плодов Они очень-очень жесткие И довольно-таки кислые Не зря ее называют северный лимон Она, по-моему, в 4 раза даже богата витамином С Больше, чем лимон И вот эти вот плоды очень хорошо поддерживают иммунитет И очень хорошо их пить с вареньем Если вот сделать типа такого джема Или сварить небольшими дольками Вот очень приятная такая культура Еще что хорошо в этом растении Весной вот на этих вот веточках Распускаются необыкновенно яркие В литературе их называют Шарлахово-красные цветы Вот такое есть выражение Шарлахово-красные цветы Будем говорить другим языком Это просто алые Есть сорта с розовыми цветами С белыми цветами И что характерно Они распускаются Когда листьев еще практически даже нет Но потом появляются листочки И вот среди небольших листочков Эти на розочки похожие цветы Есть даже махровые формы А так они напоминают Обычные яблоневые цветы Но очень так хорошо смотрятся Веточки корявые У айвы японские И абсолютно необыкновенный эффект Производит такое вот растение Японцы очень любят сажать айву японскую В своих садах На альпийской горке Тоже будет хорошо смотреться Это растение Потому что айва японская Очень низенькая Ну а вот как плодовую культуру Ее используют не очень часто И из-за того, что Вот эти вот плодики Они такие жесткие Вы порежьте их, пожалуйста Тонкими ломтиками Как лимон Положите в банку И засыпьте сахаром Замечательный получится Вот такой продукт Вы почувствуете Как хорошо с ними Попить чайку Осенним прохладным днем Вот собственно и все Что нужно айве японской То есть вот светлое место При ебании побегов Для того, чтобы яблочки Образовывались на протяжении Все веточки Ну и еще обрезка Удаление старых От плодоносивших побегов И наслаждайтесь Такими поздними Витаминными Яблочками Айвы японской Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому